Хай-хай! Ивангай, какие чувства у вас, ребятки, вызывает это имя? Не торопитесь с ответом, я знаю, большинство это исключительно отрицательное. Легендарнейший персонаж русскоязычного ютуба, на котором вырос чуть ли не каждый второй зритель этой платформы. Человек, который на протяжении нескольких лет был номером один. Ещё до всяких ладов бумаги. Который, кстати, и появился благодаря Ивангаю. Это как-то подозрительно. Но в один момент, несмотря на всю свою славу и успех, умудрившийся потерять всё. What the fuck? Его шиза, котики, политические взгляды, призывы выходить на митинги, лицемерие, распространение фейков и русофобии. Но тут, пацанчики, прям целый набор, сами понимаете, пройти просто невозможно. На связи, как всегда, отец Евген. Здарова, отец. Сегодня мы распаковываем без преувеличений главного русофоба и шизика на ютубе. И когда-то кумира миллионов. Присаживайтесь поудобнее, заранее прожимайте мне пальчик вверх, и приятного вам просмотра. Блин, грустно даже как-то. Ведь он был моим кумиром. Рассказывать вам о том, каким Ивангай был до своего похода в музей, и про его... Куртики, мы тоже сегодня разговаривать с вами не будем. Кроме травы что-то было у тебя? Да. Что? У нас было два пакетика травы, 75 ампул мискали. Сегодня будем говорить про Ивангая версии 2022 года. Про нового, взрослого, просветленного и обкуренного русофоба. Да, да, да. Резонанс, который вызывает сегодня у общественности поведение Вани, объясняется его политическими высказываниями. Я против путинской войны. Прямо сейчас все ресурсы Ивангая плавно завалены исключительно политическими высказываниями. Теперь Ваня у нас борет за справедливость. И если честно, ребят, сейчас вот вообще без какой-либо доли иронии, но способность Ивангая анализировать. Его подкованность в геополитике, его знания российской истории меня лично поражают. Россиян изобрели после распада СССР в 91 году. Русь киевская была. И у нее, по сути, два наследника, можно сказать. Россия и Украина. Да что ты, черт побери, такое несешь. А его способность разложить по полочкам весь сегодняшний околовоенный расклад, это способность достойная того, чтобы его включили в главный состав людей Икс Ксавьера. Путин при этом сейчас воюет здесь, в Украине. Вот тут вот, делает все плохо. Ну или, как минимум, чтобы его сделали деканом какого-нибудь Гарварда. Они играются на Путина, но Путин такой, эц, слышь, ты типа, чё ты агришься на меня? Я тебе запрещаю игриться. Парень, блядь, реально шарит. А, камон. Митинг. Помимо всего прочего, Ваня взял на себя роль активно призывать на митинги собственных подписчиков. Не стоит бояться Путина, он старик-одиночка. А люди, которые это делать по какой-то причине отказываются. Хватит быть терпилами. Не терпите сейчас. Вы, мать его, терпилы. Кстати, пацаны, обращаю ваше внимание, что еще больше пруфов и фактов на Ивангая будут опубликованы мной в моем телеграм-канале. Ссылочка есть в описании. Сука, субскрибер. Кстати, а сама эта ваше, по мнению Вани, началась только из-за нас с вами. Из-за людей, которые, цитата, вне политики, а политичные, и это не для них. Мы виноваты. Мы терпилы. Мне кажется, они забыли, что это они вторглись на наши земли. А потом заявили вообще, что мы сами себя тут, эээ, бомбим? Бомбим? Сложное слово. И наблюдая сейчас вот за всем этим, слушая все эти обвинения, невольно в голове возникает вопрос. А что делал ты сам, Ваня? Ну, если уж ты призываешь делать хоть что-то, чтобы изменить устой нашей страны, значит, ты не был терпилой, как мы. Не спеши сейчас, братик, отвечать. Мы в курсе. Как ты реагировал на аннексию Крыма? Да я проспал, я где-то был за границей, наверное. Так, а если бы ты тогда не проспал? Арт рисовал максимум. Вконтакте на аватарку поставил где-то. Да, борец за справедливость. Активно призывает своих фанатов выходить на площадь, когда сам, по факту, будучи на их месте, в свое время не сделал ровным счетом ничего. Я сразу во время Майдана улетел в Японию на год. Я думаю, ни для кого не секрет, что после всех этих призывов выходить на улицы, в адрес Вани обрушился шквал хейта. И заметив это, Ваня буквально на следующий день во время стрима пояснил, почему он, собственно, это сделал. Чуваки, я же не рассчитывал, что вы пойдете, что вы чего-то добьетесь этим. Никто на вас не рассчитывает, никто у вас не верит. Понятно, что от народа ничего не зависит, и это уже было доказано последние 20 лет. А это, друзья, самое настоящее, в чистейшем виде русофобия. Свою свободу от фашистской России, туповатые фашистские детишки. И тут никакого хейта или русофобии. Ну и тут Ванечек находит себе оправдание. Абсолютно любая критика, которая идет в его адрес после его громких русофобских заявлений, в адрес его же зрителей, благодаря которым он стал тем, кем он стал. Все это он объясняет тем, что ну камон, пацаны, мне нужно вас говном мешать, оскорблять, унижать. Это все потому, что время сегодня такое. Лицемерие. На своих ресурсах Иван неоднократно высказывался в адрес российских блогеров, которые в такое темное, смутное время умудрялись выпускать какой-то развлекательный контент. Как можно делать развлекательный контент и отвлекать внимание от всех этих ужасов? Забавно здесь то, что по мнению Вани, российским блогерам так делать ни в коем случае нельзя. А его коллегам по цеху можно. Ну или на худой конец самому Ивангаю, например, во время смуты рисовать собственный пенсиум. Я чувствую это просто неправильно. Это пенсиум. Че-то какие-то двойные стандарты. То же самое касается и музыки. Сначала мы говорим, что ребята, как так можно? Какая нахрен музыка? Выпуск веселых песенок, это просто нерезонно. Мне что-то подсказывает, что нас наебали. А затем дропаем новенький трэчок. И это я сейчас молчу уже о том, что трэк по факту чистейший фагиат. А камон. Ну ладно, если вы мне вдруг не верите, найдите хотя бы одно отличие. И кто-то сейчас, наверное, будет говорить, Евген, да он всего лишь один трэк выпустил, что-то до него докопался. Нет, вот еще два на его втором канале. Кертом плавал с ним. Пускай выпускает свои ролики, пишет музычку, если ему это нравится. Просто я не понимаю, какого хрена парень сначала осуждает тех, кто выпускает какой-то развлекательный контент. Сейчас отлично видно все позерство российских блогеров. А потом по факту делает ровно то же самое. И благо многие его же подписчики это прекрасно понимают и говорят ему об этом в его же комментариях. Но Ивангай искренне не понимает, почему ему это пишут. Начали хуесосить меня так, что я охуел. И это я еще молчу о сотне видеороликов в его тиктоке, пацаны. Как можно делать развлекательный контент. И отвлекать внимание от всех этих ужасов. Сейчас отлично видно все позерство российских блогеров тоже. Пропаганда и фейки. Ваня искренне считает, что только на территории нашей страны действует пропаганда. Бать, там пропаганда сейчас в Рашкино вакс-левел включилась. И наверное многие сейчас мне скажут, что Евген, ну так ведь он по факту прав. Ну да, он прав. Во всем виноват фильм «Брат». Знаете, как вдалбливали с 90-х с фильмами «Брат», «Брат 2», что типа сила в правде. А если кто-то выпускает неопривержимые доказательства того, что активная пропаганда идет с обеих сторон, Валя не стесняется в очередной раз собственных высказываний. Надеюсь, даже вот этого момента, когда российские города будут бомбить в халатичном порядке. Я же добрый человек. И Путин это смекнул, что типа сила во лжи. Если человек искренне так считает, то сам он наверняка не будет врать собственной аудитории. Я не могу даже представить, что чувствовали изнасилованные, замученные до смерти дети. Я просто похлопаю. Человек, обвиняющий нашу страну в пропаганде и в огромном количестве фейков, сам, неоднократно, чуть ли не на каждом своем стриме вкидывает фейк за фейком. Среди погибших русских солдат были какие-то документы найдены, где говорилось, что вся операция на Украину рассчитана до 6 марта. Чуваки, а в чем проблема в русском языке? Он был, по-моему, изобретен на основе украинского, на основе украинской азбуки. Русский язык это как ребенок украинского языка. В итоге, Иван Рудской это яркий пример того, как человек, однажды получивший славу, кучу денег и возможностей, просто не сумел все это удержать в руках. В силу каких-то собственных загонов и проблем. Ответьте мне, что мешало ему, имея такой огромный ресурс, продолжать делать то, что нравилось его аудитории. И то, что по факту нравилось ему самому. Еще каких-то 2 года назад он был полон амбиций, хотел обогнать Влада бумагу. Но что-то пошло не так. Он выбрал совсем другой путь. И я думаю, все вы прекрасно понимаете, что тот веселый паренек по имени Ивангай уже никогда не вернется из того музея. Он просто остался в нем навсегда. Камон! Друзья, ставьте пальчик вверх, если ролик вам понравился. И обязательно пишите в комментариях, что думаете по поводу всего этого. С вами был, как всегда, Евген. Подписывайтесь на мой канал и обязательно прожимайте колокольчик, чтобы не пропускать мои видеоролики и смотреть их первые. Увидимся в следующем видео. Пока-пока. Пацан, или может не пацан, Подпишись и не ленись на канал. Лайк поставь, если что он выглядит, Будто палец, который направлен вверх. А ну быстро подписался! Хе-хе, коллапсовы нгаем. Лайк поставь! Спасибо, братан. Субтитры сделал DimaTorzok